Привет, друзья! С вами Мускулшоп. И сегодня вот такой вопрос, который часто задают при выборе беговой дорожки. Сколько стоит беговая дорожка? Сколько может стоить вообще беговая дорожка для домашнего пользования? Суммы могут быть разные, начиная от 5000 гривен и выше 100 тысяч гривен. От чего это зависит? От чего зависит цена и как вообще выбрать хорошую нормальную беговую дорожку? Естественно, все хотят хорошую дорожку, естественно, за минимальный день. Давайте начнем с выбора. Для кого и для чего вы хотите брать дорожку? Существует вообще три типа беговых дорожек. Это механическая, это магнитная и электрическая беговая дорожка. В чем их отличия? Механическую дорожку я вообще не советую никому брать. Я не знаю, зачем их придумали. Может быть, для совсем крайней реабилитации, но опять же, на них очень неудобно ходить, потому что у нас их в магазине, кстати, нет. И, по-моему, мы сегодня раз такую модель привозили, потому что на них нет двигателя, на них нет регулировок угла наклона, на них нет, обычно, зачастую, на них нет датчиков пульса, то есть вы никак не можете контролировать свой сердечный ритм. И, в целом, разгонять полотно довольно сложно. Поэтому такие дорожки не советую, можете даже их не рассматривать. Второй тип дорожки — это магнитная. По сути, это та же механическая дорожка, только там регулируется нагрузка уже. На стойке есть регулятор, который подводит пластины с магнитами к маховику стальному, и за счет этого регулируется нагрузка на маховик, и, соответственно, вам либо тяжелее, либо легче ходить. Плюсы такой дорожки — это то, что она относительно дешевая. Они начинаются от 5000 гривен до 7-8, если брать основную массу. Но минус, опять же, в том, что на ней неудобно заниматься, вам нужно самим раскачивать это полотно, расталкивать его. Это далеко не каждый человек сможет сделать. То есть, подготовленный человек — да, но это далеко от бега. Их можно разве что брать для ходьбы, но не продолжительное время, потому что вам неудобно, вам нужно постоянно держаться за поручни и расталкивать дорожку. Идеальный вариант — это брать беговую дорожку электрическую. Естественно, тут по цене они выше, начинаются они по цене от 8000 и дальше. Почему дороже она? Потому что здесь есть электромотор, здесь есть пульсометры. В основном на всех моделях уже есть пульсометры. Здесь есть тоже на большинстве уже встроенные программы, которые смогут давать вам режим интервальных тренировок. То есть, это более высококалорийные тренировки. То есть, вы будете затрачивать гораздо больше количества энергии во время тренировки с программами. И уже тут габариты и полотна, конечно, гуляют там. Под разный вес они подходят уже, начиная от 100 кг и до 180 кг. Но, кстати, механика и магнитная дорожка не могут этим похвастаться, потому что у них там максимальный вес 110 кг ограничен. Теперь вот, все же, как и вообще, если недорогая беговая дорожка нормальная? Скажу, есть, да. Можно взять, но если в том случае, как бы, недорогая, опять же, если брать электрическую, то недорогая будет в районе, там, 10-10-12 тысяч гривен. Она недорогая, потому что у нее относительно небольшой двигатель, маломощный, там, до 2-2 лошадиных сил максимум. По габаритам полотно он где-то 140 будет, 142, ой, 40-42 сантиметра ширина. Как раз хороший пример недорогой бюджетной дорожки ECOFIT EA600. Цена у нее сейчас со скидкой 11,875 на сегодня и по габаритам у нее длина полотна 122 и ширина 40 сантиметров. Модель рассчитана на вес пользователя до 110 кг и ростом будет на ней комфортно заниматься где-то вот 180, это предельное, наверное, значение, но, опять же, смотря на какой скорости, то есть, если у вас скорость будет именно, ну, там, 10-11 км в час, дальше она уже, как бы, некомфортно, она слишком узкая для больших рост. И даже если у вас рост выше этих параметров. Поэтому, в целом, да, можно купить бюджетную недорогую бюджетную дорожку. Еще там есть один пример EV450, да, модель, она чуть подороже, 17-900, у нее чуть шире полотно и чуть-чуть длиннее. Мощнее двигателя, она 120 кг рассчитана, то есть, в принципе, это тоже бюджетная серия бюджетной дорожки, отлично сейчас зарекомендовавшей. В целом, можно взять, опять же, смотря для кого считается она недорогая. Ну, я так думаю, что на своем здоровье экономить не стоит и лучше, если у вас не позволяют финансы взять сразу за 12 или 17 тысяч дорожку, лучше не брать что-нибудь, там, какого-то нового нейма, известного производителя. Потом, если какие-то проблемы, то вы не дождетесь ни запчастей, ни сервиса, ну, ничего не будет. Лучше подсобирать и взять известного бренда, вот с Экофитом и Хаусфитом мы работаем уже больше 15 лет, хорошая компания себя зарекомендовала. Вот, в целом, я и советую выбирать беговые дорожки известных брендов. Здесь у нас еще партнеры, там, Интерфит, Топтрек, то есть тоже, с которым мы работаем уже довольно давно, и сервис, и гарантийное обслуживание. Поэтому советую выбирать дорожки проверенных брендов. Остальные ассортименты дорожек можете посмотреть на нашем сайте Музпулшоп. Если вы все-таки решили заниматься, но не знаете как или с чего начать, внизу под этим видео будет форма, оставляйте заявку и специалист поможет и составит вам программу тренировок индивидуально под вас. Естественно, за отдельные деньги. С вами был на связи Сергей, Музпулшоп. По промокоду 1554 вы получаете скидку всегда на любой товар на нашем магазине. Ну, а теперь до новых встреч. Пока-пока.